Мы на море, это Муданье. Приезжайте сюда, прямо в Иду, на такой маршрутке-долмушке, 20 минут, можно купить кофе, попить сразу здесь, купить билеты на Иду, отсюда этот паром, прямо в Стамбул, он тоже едет чуть больше часа, точнее, не едет, а плывет. Вот это бурса терминали Иду, сейчас я вам покажу. Мы думали поплавать, даже взяли сюда кучу вещей, но, скорее всего, не получится, все-таки уже прохладно и ветер. Даже тут, вот в Муданье, я не вижу, что, по-моему, даже от ветра прохладнее, чем в верхней части бурсы. В общем, сейчас выйдем на линию пляжей, посмотрим, что можно сделать. Скорее всего, наверное, не получится, слишком поздно мы выбрались, слишком поздно муж приехал на море, то есть на море не получится поплавать. В принципе, на самом деле, совсем недалеко час от нашего дома с двумя пересадками. И по деньгам тоже совсем недорого, то есть мы вдвоем получилось около двух долларов с половиной. Сразу же, около бурса терминал Иду, слева есть пляж Песчаный, это бесплатный, и тут есть платный. Я хочу посмотреть разницу между бесплатным и платным, потому что в прошлый раз, когда мы на денек сюда заезжали, мы ничего не успели. Конечно же, здесь в любом случае можно погулять, здесь очень длинная набережная и покормить птиц, как делают эти молодожены. В бурса и в Гимлик пляж это очень-очень длинный залив, Халиж, как он Халиж называет, в общем, залив, наверное. Спросили про вот эту квартиру, это 3 плюс 1, то есть 4-комнатная, 3 жилые, один салон рядом с Иду, прямо совсем недалеко, тоже рядышком пляж. Но что-то они загнули окончательно эту цену, миллион триста теле, то есть это где-то сто шестьдесят тысяч долларов, что-то около этого. Да, много. Здесь, видите, как продают тоже, прямо на улице. Идем дальше. Вот это линии, чудо из чудес, познавать земли Аллаха, какие есть разные варианты жизни. Мне это так все интересно. У Дани небольшой приморский провинциальный городок с площадью 334 квадратных километра, с населением около 66 тысяч людей. У Дани расположено на побережье Мраморного моря вдоль береговой линии. В Гимлицком заливе не холодно, но и не очень жарко. Самый холодный февраль, это плюс 5, плюс 7 градусов по Цельсию. И самый жаркий август, это плюс 28, плюс 30. При этом совсем не влажно. Город очень древний и пропитан историческим духом. Он был основан колонистами еще в 7 веке до нашей эры. Поначалу город носил название Монтания-гора, потом был переименован турками на Мудане. Вдоль центральной набережной Мудане можно изобрести в район с домиками времен Гизантинской империи. В Мудане находится дом Перемирия Мудане, где был подписан договор о признании Турецкой Республики в 1922 году после длительной войны с Европой. Смотрим, что это за такое красивое чувство здесь. Но я не представляю, сколько здесь стоит квартира. В общем, мы ходим, мечтаем. У нас есть вариант продать в Ливане квартиру и купить что-то здесь. Но в Ливане сейчас продается квартира за копейки. И это получается совсем-совсем невыгодно. И не остается денег на жизнь в этом случае. То есть, если прям сильно-сильно поскребать по сусекам, это можно было в теории. Но на практике все гораздо сложнее. В общем, мы с мужем все равно смотрим, так как решили, пока уж мы здесь, все разузнать. Да, здесь на самом деле очень красиво. Внутри вот реально очень красиво. Конечно же здесь купальники уже мы видели. И все, что хочешь. Ну, вот здесь я вам засняла с этой точки. Внутри очень красиво. Вот, что нас выгнали, сказали, что здесь нельзя. Ничего нет ни для продажи, ни для снятия, ни для выхода снять. А, еще и снимать на видео нельзя. Ну, я так подразумеваю, здесь живут всякие-всякие крутотины. Такие варианты. Сейчас я вам покажу. Вроде бы видите, так красиво-красиво. Все хорошо. И тут так, оба! Дорога. Ну да, как я и говорю, Турция это что-то такое между бывшим СССР и арабскими странами. я показала вам бесплатные пляжи а вот это платный честно говоря я вообще не поняла за что здесь платный за что здесь платный непонятно может потому что здесь есть спасатели вон там в этой будке сидят а так вообще в целом здесь два человека без одежды женского пола сидят поэтому не могу там снимать ну и типа вот эти шезлонги с непонятными вот этими как вы видите зонтиками и все то есть дальше вот дальше просто идете все это обычно бесплатный государственный пляж вот за этим углом вот начинается и все так что приходить на бесплатный пляж но приходить надо если летом я думаю только рано-рано утром когда никого не будет но есть места закрытые кабинки где можно поменять одежду из даже есть места где можно смыть соленую воду вообще здесь вообще тихо даже домов нету поэтому именно вот здесь можно спокойно поплавать видите напротив ничего нет идете в самый конец перед платным пляжем есть бесплатно и плавайте себе можно переодеться вот смотрите я думаю переодеться в самом конце вот этой улице вот там и прийти сюда здесь не домов ничего нет и никого практически нет здесь этот единственный мужичок уйдет и получит так пожалуйста пожалуйста откройте мне кабиночку мой вот так вот можно поменяться здесь в принципе ничего не видно да нормально выйти и сразу так в море и по очереди мой муж сидит с одеждой с вещами один плавает выйду высушусь и он пойдет поплавать что как ты думаешь да все так и сделаем в очки в бомбоубежище мой муж уже переоделся и держит мне дверь в общем защитник следить за одеждой и сама иду в море правда но 20 градусов я не знаю вообще смогу ли я в него войти так море очень холодная скорее всего я не смогу нет она очень холодная это за каких-то марта я вернулась по моему все таки решил спуститься сейчас посмотрим получится ли у него это или нет холодно придумала пока сейчас он должен свое слово отстоять но кричит сказал что холодно что же девочки мы прошли пор 8000 где-то 200 шагов идем обратно домой и так молитва алхамдулла выполнена теперь можно со спокойной совестью ехать обратно мы думали посмотреть в центральную улицу поднялись знаете так снизу вверх и вообще вот вся маданя идет снизу от берега вверх сразу же то есть такие подъемы очень крутые видите то есть каждый раз надо вот куда-то подниматься чтобы перейти на следующую улицу нужно подняться в гору ну так себе целом достаточно скучный город может быть там где-то вот за этими домами что-то какая-то движуха есть какие-то магазины или рынки еще что-то ну вот здесь по побережью вот сплошное вот такое вот все то есть вот эти вот дома первая линия вторая линия третья линия на море нам это не очень понравилось потому что даже несмотря на то что сейчас самый конец сезона и вода очень холодная все равно очень много кто в купальниках сидит загорает то есть все голышом то есть не туристы сами турки спокойно вот так вот валяются на общих пляжах это конечно не камельфо поэтому мы сейчас идем в сторону еду я вам расскажу как доехать до бурса вон там вот море сейчас будет видно пока мы идем в этот еду мы решили перекусить самое вкусное здесь это семит и вот эти напитки за 2 и намного больше андель на сейчас мы видели такой интересный телефон забылось нет горизонтальном положении чего ставлю фото в общем может приближаемся к еду и потом я покажу вам как доезжать отсюда до бурса бурса людей уже намного больше я думаю что вечером здесь прям совсем-совсем народу еще на очереди и яблоко короче мы что подумали что какой смысл рано утром приезжайте с бурса высаживайтесь вот тут спускайтесь первый же пляж с утречка приехали спустились сюда поплавали прогулялись на солнышке и и обратно сели в маршрутку и обратно в бурса вот это я понимаю нормальный а то мы находили 12 тысяч шагов можно сказать практически бесплатно вот там эти белые маршрутки вот так вот вы туда идете садитесь едете 20 минут 5 лир и вы в центре бурса где все-таки поживее будет очень много где в турции можно заряжать особенно на каких-то длинных дистанциях очень часто в общем мы выезжаем из моря на автостраду которую мы недавно проходили и направляемся в центр бурса вы ходите вот здесь на остановке и садитесь на станцию метро емек и все приедете туда куда вам надо в центр или на другую сторону бурса садиться на долнушку который едет у мудане здесь эта остановка организации с нее выходить в сторону и мек но на обратном пути можно на первой остановке сесть на метро и уже ехать